В момент наполнения магии Луны, камень-хранитель Мышкина ярко светится лиловым, после чего гаснет, приобретая вид обычного булыжника. Сношка по звёздочке посмотрим чуть позже. То есть сейчас лунный камень выглядит как просто камень? Ага. И что мы тогда ищем? Просто камень? Для начала мы ищем нашего главного подозреваемого. Аниматора в костюме пингвина. Ладно. Кто первый заметит, тому шоколадка. О, пингвин! Вон там, видите? Хм, и там пингвин. А вон ещё один. Чудо волшебной лиловой луны Силу свою принесёт Если вперёд, так садила патруль Нас приключения, нас приключения, нас приключения ждёт Девочки, видим первого птенчика. Как дела у вас? Второй роется в урне. Третий идёт к фонтану. Все готовы! Хватаем на раз-два-три! Подожди, Алёнка. Пока наблюдаем. Да, мы не знаем, связаны эти аниматоры или кто-то из них украл камень в одиночку. Связаны, не связаны. Все они подозрительные. Вот что он там делает? Идём поближе. А я люблю пингвинчиков. Я подружилась с ними в детстве. У моей тёти Снежной королевы. Не забывай, Снежка, это не милый пингвин, а тот и в костюме пингвина. Костюмчик тоже милый. Привет! Мы обнаружены! Первый птенчик упорхнул! То есть, ускакал! И второй побежал! Третий тоже! Видимо, они сообщники! Ну что, Варечка, хватаем на раз-два-три! Вон он! Ага! Простите! Извините! Осторожно! Девочки, вижу ещё одного! Уже четвёртый? Нет, это наш! Первый! Лучше шустрый! Нырнул куда-то! Снежка, ты не видела? Нет, к сожалению! Первый ушёл! Второй тоже! Я его потеряла! А я вижу всех троих! Девочки! Они встретились на заброшенной фабрике игрушек! Жду вас! Это мы! Все готовы? Тогда заходим! Господа пингвины! Не расходитесь! У нас к вам пара вопросов! Что ж, давайте посмотрим, кто прячется в пингвиньих костюмчиках! Костюмчики, кстати, просто прелесть! Да, и покажите, что в мешке! Лови их! Оп! Есть! Что? Пингвин? Пингвин? А? Они убегают! Держите их! Это сани Снежной Королевы? Пингвины на тайном задании Её Величества! А зачем ей волшебный камень? Не думаю, что королевы причастны к похищению камня! Но посетить её замок придётся! Ах! Девочки! Только сейчас вспомнила! Сегодня в Снежном Королевстве праздничный вечер! Да? Тогда нам надо принарядиться! Ну разве зима не чудесно? Чудесно! Не то слово! Особенно, когда мы прямо из лета! Здравствуйте, Ваше Величество! Девочки! Как хорошо, что вы вспомнили о празднике пингвинево танца! Это так приятно! С праздником, тётя! А как мы найдём трёх пингвинов, если все они похожи, как капельки воды? Эй! Вы случайно не брали волшебный камень? Нет! Этот не брал! Пингвини-твист! Идёмте танцевать! Девочки! Вообще-то у нас расследование! Ну, а мы быстренько посмотрим, что тогда как! Бежим, Снежка! Кажется, мы в тупике! Тогда давай дочитаем статью про лунный камень! Так, теперь сноски! Первое! Лунный камень оставляет волшебный след на предметах, с которыми соприкасался! Второе! Волшебный след можно увидеть только с помощью волшебного оптического прибора! Типа твоих очков? Ну да! Оооо! А что же я раньше-то не проверила? Волшебный след! Уважаемый, а пройдёмте побеседуем? А-а! Эй, девчонки, что случилось? Мы танцуем! Этот пингвин был на фабрике игрушек! Мы уверены! Что, правда? Ах, какой коварный! А танцевал так, будто первый раз меня видит! Покажите то, что вы взяли в парке у кота! А снежная королева знает, что вы катались на её санях! Это что? Скульптура из мусора? Произведение современного искусства! Да, ничто волшебное к этому не прикасалось! Нет, не светится! Зато ваша лапа светится! Расскажите, как вы встретили кота? Что было в парке? Зачем надели костюмы? Костюмы были нужны для того, чтобы никто в мире людей не увидел поданных снежной королевы! Им туда нельзя! Но только в мире людей можно было собрать великолепные баночки для подарочной скульптуры королеве! А больше всего баночек у туристов, которые обожают фокусы аниматоров и пингвинов! А у кота баночек не было, только какой-то ларчик! И его кот сначала отдал, а потом обратно потребовал! Еще и камень под ноги бросил! Ничего себе! Получается, никто камень не посещал? Это просто кот! Растяпа! И пингвинчики не виноваты! Сейчас важнее другое! Камень до сих пор может лежать в парке! Главный момент вечера! Снежка, некогда! Срочно в Мышкин! Снежечка! Идем! Пингвинчики, покажите там класс! Хорошего вечера! Судя по яркости следа, камень забрали отсюда буквально недавно! Да, жаль, мы слишком поздно узнали о важном свойстве лунного камня! А если мы все равно его не нашли, может, тогда вернемся на бал? Снежка! Скорее! Скорее сюда! Отец! Сына! Часики мои! Все сказочные! Ожили! Значит, мои родители тоже раскладывались! Варечка, а вдруг они меня не узнают? Снежка, как я выгляжу? Маша! Вдруг я ей не подглавлю? Да моя! Рыжулюшка! Счастье-то какое! Ой! А со мной-то что было? Я с собачками в прятки играл, а потом мы к повелителю прогуляться пошли, а потом... Не помню, а тут глаза открыл и вижу, нашлась! Как же они обрадуются! Родители твои! Эй, стойте! Нас подождите! Извините! Ой! Осторонитесь! Вот она! Нашлась! Рыжуля моя! Ваша! Ох ты ж! Ёжики! Аленка, все-то тебе подсказывать надо! Мама! Доченька! Мама! Аленушка! Я сейчас расплачусь! А ну тихо! Ой, а вы продолжайте! Тайными наполнен мир, сказок и чудес Кто-то появился там, кто-то здесь исчез Как только что-то приехавшись с Ой, девчонки, позавчера так глупо с этими вилками получилось. Куда их вообще столько? Я так расстроилась, а мама и папа мне говорят. Аленка, посиди спокойно, а то мы к твоему десятому баллу не успеем. Вау, какое тут все королевское, прям как для меня. Ой, мало на Варе, теперь еще одно, королевишное. Прости, Варечка, ну просто папа и мама такие хорошие, а их огненный фейерверк был просто нечто. И они добрые очень. Я вчера какой-то уху случайно зажгла, а они даже не разозлились. Как здорово. А про тот гобелена ты им тоже рассказала? Нет, ну я же его чуть-чуть подпалила и вообще незаметно. Да, хорошо. А как там встреча с Мороком прошла? С Владиком? Да отлично все прошло. Я им все рассказала, с самого начала, чтобы они поняли, какой Владик на самом деле классный. Прямо все-все? Ну конечно. Как он за ключами охотился, чтобы в волшебный мир попасть? Дракона на нас надравил и перед Градой подставил, а потом заморозил со всем подводным королевством. Как ключи похитил и меня вместе с ними, чтобы повелителю отдать? Папа и мама меня внимательно послушали и сразу же даровали Мороку свое королевское прощение. Так что на балу он тоже будет... Ой, девочки, как же мы теперь здорово во дворце заживем! Мы не можем, ведь завтра... Ой, это нас на бал забор! Побежали скорее! Бал начинается? А я совсем не собрана! Дорогие подданные! Сегодня мы празднуем освобождение королевства от Сирена! Опять! И возвращение нашей принцессы! Знакомьтесь, принцесса Алена и ее добрые друзья! Сказочный мир! Приветствуй свою будущую королеву! Свети ярким пламенем, дорогая Аленушка! Варечка, спасибо за твою храбрость! Машенька, я не знаю никого умнее тебя! Снежечка, твоя доброта не раз нас выручала! Саша, спасибо, что всегда верил в магию! Вася, спасибо за твою честность и преданность лишь... Сказочному патрулю! А теперь ты, хранительница времени! Ой, здравствуйте! Еще раз! Так, приятно! Я готова! Кажется, эта вещь очень дорога для тебя! Не может быть! Вы починили мои часики! Спасибо! Алиса, а тебе идет! Надеюсь, эти часики ты сломаешь не так быстро! Да начнется бал! Всем танцы! Прости, Владик, что до тебя у меня нет награды! Знаешь, мне королевского прощения вполне достаточно! Хотя, одна просьба у меня все же есть! Ну, не называй ты меня! А, ладно! Как же здорово, да, Саша? И теперь так будет всегда! Аленка, но ведь завтра мы... Покатаемся на морских коньках! Потом устроим водки, подобраться в самолетах! А затем... Было бы здорово, жалко только что... Он убрал из меня хвойное мороженое! Но обещал мне, что вот это пыльнее! Мы не можем, ведь завтра... Мы повеселимся! Кстати, о веселье! Эй, вы! А ну-ка, к мамике, подвиньтесь! Сейчас мы сыграем настоящую музыку! Девчонки! И-и-и! У-ху! Для чего, для чего нужны нам сказки? Для того, чтобы всем добрее быть! Для того, чтобы ярче видеть краски! Для того, чтобы дружбы дорожить! Сказка, сказка, не загадок и чудес! Сказка, сказка, для героев и принцесс! Сказка, сказка, и пускай комбарно зло! Сказки, сказки, победит добро! Что стоите? Канапай сами себя не разнесут! Попробуй тяжелее! Сказки все грустные и смешные Для больших, для больших и малышей Сказки все разные, такие С ними вместе веселей! Сказка, сказка, мир загадок и чудес! Сказка, сказка, для героев и принцесс! Сказка, сказка, и пускай комбарно зло! Сказки, сказки, победит добро! Победит добро! Вот это выступление! А завтра будет еще круче! Да что там завтра? Всегда! Аленка, вообще-то мы весь день Пытаемся тебе сказать Только ты, пожалуйста, не обижайся Завтра утром мы возвращаемся в Мышкин Очень смешно, девчонки! Нам пора в колледж И Мышкину нужен сказочный патруль Прости, Аленочка Что? Это не шутка? Да как вы можете? Не переживай, Рыжая Зато я останусь Нет! Это... это нечестно! Ну и уезжайте! Аленка, стой! Подожди! Я что-то пропустил? Осторожнее, принцесса Почему вы плачете? Торт невкусный? Или нет? И теперь мои подруги уезжают А я не знаю, что мне делать Ведь я только нашла своих родителей А они... Понимаю, выбирать сложно Ну а если я уеду, твои родители расстроятся А если я останусь, то буду так звучать по девочкам Твои родители и подруги Они любят тебя И примут любое твое решение Поговори с ними Огонек, мы пришли пожелать тебе доброй ночи Эй, что-то случилось Мама, папа, мне нужно с вами поговорить Итак, на переход в мышкин записаны С багажом в количестве Ага, так-так Эх, плохо, что с Аленкой так получилось Мы даже не попрощались Ну она же теперь принцесса Даже провожать нас не пришла Мне тоже будет ее не хватать, Варечка Но главное, что она нашла своих родителей И теперь будет очень счастлива здесь, в волшебном мире Не знаю, как вы, а я вот по дому соскучился Хорошо, что Индюк разрешил мне кое-какие саженцы забрать Да, Саша? Что? Нам пора, пойдемте Что ж, до свидания, волшебный мир Стойте! Куда это вы без меня? Аленка! Аленка! Ой, Аленочка, как здорово, что ты успела нас проводить Я не провожать вас пришла Я иду с вами Что? А как же твои родители? Ой, я им все про нас рассказала Как много приключений мы пережили И как бабушка меня растила А они такие замечательные Все поняли и сказали, что мы больше никогда не потеряемся Ведь портал теперь открыт Ой, идите уже Мне еще отчет писать для Василисы Васильевны Сказочный патруль идет навстречу новым приключениям Десерт за счет заведения Приятного аппетита, волшебницы Волшебницы и Владислав Владимирович Угу, благодарю Котик Надеюсь, вы не расскажете Василисе Васильевне О моей роли в пропаже лунного камня Вы обещали Обещали? Значит, не расскажем Поразительная любовь к мороженому Мое восхищение Спасибо Уважаемый кот Мороженое – это прекрасно Но хотелось бы узнать Как вы похитили камень? Разумеется Я максимально открыт И готов к сотрудничеству Дело было так Чудо волшебной Виловой луны Силу свою перенесет Если вперед Садила патруль Нас приключение Нас приключение Нас приключение ждет Будучи главным хранителем Магической части города Я знал, как проникнуть в сокровищницу И обойти все ловушки В чешуе, как жар, горел Тридцать три богатыря Прошу заметить Я обеспечил лунному камню Самый надежный контейнер Для хранения Закрытый Магической печатью Все произошло В районе обеда Конечно, свидетелей Меньше ночью И лишь глупец Пойдет на дело днем Но Хочешь сделать незаметно Сделаю всех на виду Смотри, куда едешь Мой ларчик Где он? Благодарю, любезный Все в порядке Печать не сломалась Смотри, куда едешь А сами-то не смотрят Скажите, мог ли камень выпасть в этом столкновении? Ни в коем случае Магическую печать, как и любую другую Можно сломать лишь один раз И господин Вот сломал ее Прямо у нас на глазах Ага Когда по нашей просьбе Открыл ларчик Очень вкусно Спасибо большое Значит До того момента Ларчик точно не открывался Продолжайте, пожалуйста О-ля-ля Какая прелесть Какая прелесть Ваше сиятельство Осторожнее Это очень хрупкая вещь Где вы ее взяли? Купил, нашел Лотерею выиграл А, вспомнила Это наша семейная реликвия От дедушки досталось Храни, говорит внучок И смотри Не давай никому Даже на время Ммм, как жаль Чудесная вещица Простите, граф Мне пора Отличный улов Это мне Это трезору Это опять мне Это снова мне Приходите в кафе Чтобы попробовать Новый коктейль С томатным соком Нет! Стой! Стой! Нет! Вот этот трезор Остальное Мне Фу! Целая Стрелочки мои Ну зачем нам эти подробности? Понятно же Что если печать не сломана Значит, нарчик Не открывали А если не открывали? Как тогда пропал камень? Это мы и пытаемся выяснить Возможно, было магическое вмешательство Эту версию мы тоже проверим После того, как рассмотрим все встречи хранителя по дороге домой Продолжайте, пожалуйста Благодарю Это еще что? А где ларец? Простите, мадам Ага, так Плавно поверните ручку О, смотри Ларчик Может потерял кто? А внутри чего? Что-то есть Ага А так это А давай глянем Давай глянем Мальчик не глянуть Ага Позвольте Это мое Благодарю А это А поздороваться Он не поздоровался Я Не поздоровался в этом о да мое любимое с орешками где мой ларец в этом и днем и ночью кот ученый вот кстати он все ради вашего уважения василиса васильевна все понятно то есть ничего пока не понятно а интересно владик как ты это сделал вот тут кнопочка незаметная значит ларчик можно было открыть не повреждая охранную печать хитрая вещица и где вы ее взяли нигде не брал это наша семейная реликвия от дедушки досталось клянусь хвостом и усами успокойтесь уважаемый кот мы вам верим правда аленочка правда правда хотя версия с продавцом ларца была бы интересной а получается камень мог выпасть через дно при любой вашей встрече по дороге хм получается а еще вы сами могли случайно нажать кнопку и выронить артефакт мог а значит мы снова понятия не имеем где искать лунный камень ой ну что за фокусы а фокусы самый подозрительный из всех встреченных хранителем тот кто отвлек его фокусами а пингвин точнее тот кто был в костюме пингвина ну Маша значит ищем пингвина да каникулы у нас интереснее с каждым днем в этом то и дело я же говорю волшебный камень артефакт этой ээээ Маш как ее там? лиловой луны точно камень конечно не простой а очень ценный да Варечка спасибо и Василиса Васильевна отдала его нашему котику чтобы хранил у себя до начала мероприятия так этот растяпа хранитель этот хранитель сразу его и проворонил прибежал к Василисе Васильевне кричит караул стащили прямо из-под носа то есть кот хранил камень и он же сообщил о пропаже ага так что тут думать камень взял кот что что ты что про думаю что что приключение perceived Ощущение ждёт! Мишка захочет проверить тайник, если узнает, что украденной вещи грозит опасность. Точно! Кот пойдёт в тайник, а мы за ним! Надо придумать опасность для нашего камешка. Аленка, это только теория. Я вообще-то не верю, что кот виновен. И нам на работу пора. Давайте с этим до вечера. Девчонки, вы куда? Подруги называется. Ну хоть ты-то со мной. Так, пряники волшебные, бисквит-сказка, пончики-сладкая магия. Всё такое аппетитное. Кондитер просто волшебник. Или на этой кухне спрятан какой-то волшебный артефакт. Кстати, я читала, будто волшебные артефакты теряют свои свойства, если долго лежат на одном месте. Что, прямо все артефакты? Даже лунный камень? Ага. Представляешь, господин кот, а вы что об этом думаете? Чушь. И ученицам волшебного колледжа следует это знать. По-моему, реакция естественная. Нет-нет, я видела. У котика глаз дёрнулся. Значит, он клюнул. Начинаем слежку. Ха! Версия Владика подтвердилась. Думаешь, волшебный камень в этом свёртке? Конечно! Лопату видишь, кот закопает камешек, а потом... Быстрее, Снежка, он уйдёт! Фисташковое, ванильное, шоколадное... Шоколадное! Всегда найдётся минутка для мороженого. Так, ещё чуть-чуть. Ага, в самый раз. Ну вот, закапывает камень под дерево. Да, Алёночка, кажется, ты была права. Давай посмотрим. Так, пока ничего. Наверное, глубже. Сейчас, мне Лениму было глубоко закопать. Алёночка, он идёт. А-а-а! Моё бутербродное деревце! Возмутительно! Кто это сделал? Хулиганы! Вредители! Кажется, мы ошиблись. Котик не виноват. Нет, Снежечка, этот хитрюга понял, что мы следим. Вот и притворяется. Запутать хочет. Снежка, ты где? В сувенирной лавке толпа посетителей. Уже бегу, Варечка. Прости, Алёнка. Эй! А как же наше расследование? О, Алиса, ты вовремя. Моя лягушечка возьмёт приз за лучший костюм. И никто не догадается, кто ты есть на самом деле. Кто ты есть на самом деле? Ох! Он превратил камень в козлёнка. Вот хитрец. Ага. А в Южной галерее сегодня выставка оборотных зелий. Я столько пробничков набрала. Так, значит, козлёнок – это камень. Представляешь, огромный набор пробничков. Всего по чуть-чуть, зато все разные. Алиса, да убери на свои пробнички. Нам козлёнка расколдовать надо. То есть, Хави, ты совсем меня не слушаешь? Я же говорю, это пробнички оборотных зелий. Оп! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ничего страшного, есть другой. Не волнуйся, Алёнка, у меня ещё много. Не получается! Кот идёт! Прячемся! Козлёночек! Что с тобой? Что случилось? Ха-ха-ха-ха! Что теперь делать? Как дела, детективы? Мы заколдовали козлёнка. Мы думали, это камень. А теперь… Что делать, Маша? А чем заколдовывали? Пробничками оборотных зелий. Ясно. Делать ничего не надо. Пробники действуют недолго. Удачи! Часики мои! А котик, похоже, и правда расстроен. Не расстроен, а хитёр. Так убедительно страдает. Значит, точно виноват. Ох, козлёночек, не пугай меня так больше. Возьмите буклет, сказочные маршруты Мышкина. Будут вопросы – обращайтесь. Вы из 301-го? Вам почта! Хорошего дня! Ну как вы не видите? Кот виновен! Я не вижу. Прости, Алёнка. Девочки, тише! Вот он! Господин кот, вам телеграмма. Что за телеграмма? Из банка троллей. Дай сюда! Это важное! Ну, хитрец! Положил камень в банк троллей! Девочки, я освободилась. Что новенького? Мы отправляемся в страну троллей! А сколько чемоданов можно с собой взять? Отлично! Ой, что я имею в виду. Достаточнее. Понимали! Что там! Списали вспыкoster! Каких сцен... Девушки отдыхают Я дольше всех тебе верила, но наш котик это просто какой-то образцовый идеал. Аж противно. И камни он не похищал. Да? Странно. Обычно я такое нутром чую. А тут значит ошибся. Уважаемый кот, вы в порядке? Я определенно не в порядке. Меня весь день преследуют неудачи и печали. Вы, впрочем, какое вам дело? Заказывать что-то будете? Это не печали вас преследуют, а мы. Вы? Но зачем? Просто мы думали, что это вы похитили волшебный камень. Что? Вы меня подозревали? Да как вы посмели! Ха-ха-ха! Я поражен в самое сердце и больше сегодня не работаю. А ведь это и правда, кот! А! Аленочка, может, хватит? Да я сама так поступаю, когда меня на чистую воду пытаются вывезти. Изображаю оскорбленную невинность и гордо удаляюсь. Ну, давайте проверим! Ну, в последний раз! Ну, Владик! Как патруль меня вычислил? Ведь абсолютно ничто на меня не указывало. Но раз уж так вышло, пора избавиться от камня и завершить мой план. Верну волшебный камень Василисе Васильевне. Скажу, что именно я его нашел. И она увидит, как я полезен. И она увидит, и она увидит, и она увидит. Ага, чутье меня все-таки не подвело. Попался котик! Лапы вверх! Я не желал ничего плохого. Лишь заработать немного признания Василисы Васильевны. Мы можем все забыть и не говорить ей. Славы мне, конечно, не видать. Но в вашей власти не окунать меня в пучину позора. Мы подумаем. Уважаемый кот, пожалуйста, откройте ларчик. А где камень? Мне тоже интересно. Во! Этого не может быть! Ага! Я ни при чем! Клянусь хвостом и усами! Уважаемые гости! Добро пожаловать на наш фестиваль! Открытие уже состоялось. Но впереди еще много интересных мероприятий. Главное из которых – затмение лиловой луны. Пожалуйста, ваш номер. Хорошего отдыха! Не забудьте взять буклеты. Не змеяна? Привет! А ты что здесь делаешь? Она со мной. Варя, вместе учимся. Морена – моя сестра. Старшая. Привет! Очень приятно. Хорошего отдыха. А, программа фестиваля и гид по Мышкину. Сами разберемся. Идем. Зачем тебе это? Я такую программу составлю. Не заскучаешь. Чудо волшебной лиловой луны Силу свою принесет Если берется за дела под грудь Нас приключение Нас приключение Нас приключение ждет Выходной! Наконец-то! Ммм, как же хорошо, когда на работу не надо! Ой, Аленка, можно подумать, ты сильно устаешь на работе. Ах, Мария, это другое. Сегодня я имею полное право не уставать. Ну и как мы потратим выходной? Предлагаю использовать музеи Магазины Аттракционы! И много мороженого! Ах, девочки! А Вася меня, то есть нас, в гости звал Посмотреть его космическую коллекцию Нет-нет-нет, не сегодня У нас выходной, между прочим И всего мы точно не успеем Давайте Васю отложим Ну, коллекция, это почти музей Согласна А если зайдем к Васе прямо сейчас То весь остальной день наш Ну ладно Но только ненадолго Спасибо, Аленочка Нарушение правил Магия в мире людей Девочки, заходим Мерема, помоги спуститься Я высоты боюсь Это я боюсь, Фома Ты мне сперва помоги Эй, уважаемые! Держитесь! Сейчас я вас спущу Спасибо, волшебницы! Ага, спасибо Что тут у вас случилось? Да что случилось? Вот чуть ли не полчаса назад Входят две девицы Ага, на вид вроде милые А спрашивают Метла, говорит, летающая есть? Ну, а мы... Конечно, есть Пожалуйста Даже искать не надо И тут Она пальцами как Щелкнет так И мы сразу И взметели Хм... Тоже эти Милые девицы Ну как? Весело? Не очень Мы вроде как Магазин ограбили Да нет Просто метлы одолжили Полетаем и вернем А здесь написано Что в мире людей Магия Запрещена Выбрать И начинай уже веселиться Ого Смотри, смотри Ты видел? Круто Смой телефон Мои книги Лови Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха 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 Ух, хорошо Что-то я даже Проголодалась Летим в кафе Лукомарье Это вон там Хотя бы наши Милые девицы Оставляют для нас след Надеюсь Их след Никто Кроме нас Не увидит Девчонки Вон там еще Лоток с мороженым Бежим Чего исполите? Да мне без разницы Главное побыстрее А тебе чего, сестричка? Нет Как тебе Тоже без разницы И кислую тянучку Тянучку? Пш, ладно Все запомнил Неси Пожалуйста Скучновато тут О, смотри Сосисочка, стой Куда ты? Моя дорогая Позвольте сказать Вы позволите Моя сосисочка Ну чего там? Где еда? Болото еду, сестренка Прыгай на ковер Прокатимся Моя сосисочка Поехали Я поняла, кто это Несмеяна И ее сестра Морена Наша Несмеяна? Я тоже в шоке И какой у нас план, девочки? Догоним на метлах Нет Мы должны соблюдать правила Никакой магии В мире людей Без крайней необходимости А Так сейчас необходимость Еще не крайняя Эх Значит, ножками Рули туда! Туда, говорю, рули! Не получается! А-а-а-а-а! Ой, прости Я старалась И у тебя получилось Класс! Прямо как в аквапарке Только без билета Ого, ступа? Я на такое ещё не каталась Не будет, это ровный экскурсовод по мышке Скоро как раз экскурсию начнёт Пойдём? Ты чего, сестрёнка? А на ступе полетать? Пока бабулька туристов водит, как раз и успеем Я обещала тебе крутую программу В болото ступу прокатимся на самоходной избушке Мышкинский парк знает множество сказочных историй Здесь вы встретите курочку Рябу Белочку с волшебными орешками Козлёнка золотой копытцей Говорящую, правда не со всеми, щуку Да, улетели наши девицы Ого, когда они нам следы оставляли, было проще А это место необычно тем, что оно самое обычное Единственное во всём парке Стой, езва! Коврик нашёлся И где эти хулиганки? Помогите! Помогите! Это они! Патруль приготовится! Ой, Варечка! А как же запрет на магию в мире людей без крайней необходимости? Вот сейчас, Алёнка, необходимость крайняя! Так, сюда! Теперь сюда! Стой, приехали! Аккуратненько! Стой, что? Не ошибись, Искуска! Поймала! Ну что, нагулялись? Милые девицы! Спасибо, что спасли Класс! Это было покруче бешеных вагонеток! Ой, Мореночка! Боюсь, граф Дракула не разделит вашей радости За многочисленные нарушения правил фестиваля Вы изгоняетесь с мероприятия Немедленно! Ну что, домой? Так, наш автобус будет... Ммм, погоди, сестрёнка В болото автобус! Мне здесь понравилось! И мы остаёмся! Коллекция метеоритов Лишь первый шаг моей научной карьеры После школы я окончу институт Стану учёным И смогу посмотреть в самый-самый большой телескоп А я думала, Вася так и будет искать своих глупых инопланетян Да, Вася взрослеет Так, сейчас И вот тогда у меня появится намного больше шансов найти внеземные цивилизации Представляю первый экземпляр моей коллекции Не буду утомлять вас историей его находки Знаешь, Вася, по-моему, это чёртвый хлеб Точно! И может быть! Он же мне прямо под ноги упал Я-то думал, он из космоса прилетел Ничего, Васенька, в науке такое бывает Не отчаивайся, и ты обязательно найдёшь свой метеорит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok